Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают эти задачи могут встретиться вам на кухне. Сталко рассказать вам с этим задачей на кухне. Ну что, представьте, вы варите варенье, вам нужно получить сироп в какой-то концентрации. Либо делать какой-то маринад, нужно получить уксус. Вот, а у вас есть эссенция. То задачи в жизни вам также могут пригодиться. Но опять-таки люди все разные. Вот кто-то, есть такие наймые, которые считают, что эту тему знают хорошо. Есть такие. Но для тех, кто считает, что эту тему знают хорошо, вот есть две небольшие задачки. Вы сможете их спокойно скопировать и пытаться их решить. Хорошо? Эти задачи мы сегодня будем разбирать. Задачи несложные. Первое, что вы должны знать, что такое процент. Ну, абсолютно правильно. То есть переводим на русский язык процент – это 1 сотая числа. Потом, если у вас записано 15 процентов, на русский язык переводим 15 сотых. Это что такое? Это 15 сотых числа. Итак, смотрим. Сегодня мы рассмотрим только два основных способа решения, которые могут быть. Первый – универсальный через таблицу. И так, возможно, этот способ является более громоздким, но зато он более универсальный. Вот и второй, самый простейший – это метод тестик. То есть старая, невестная, старая галочка на поле. Да, смотрим, как выглядит таблица для решения. Ребята, если умеете работать в Excel, то эту таблицу, эти задачи при помощи этой таблицы вы будете решать довольно просто. Ребята, смотрите, у вас есть три столбика. Первый. Третий. Здесь записана масса, либо объем целого. Видно это, нет? Но в середине записана концентрация. Средний столбик. Пока не трогаем. И так смотрим. Значение – то, что у вас стоит. Ну что, возьмем сразу на примерах или просто показать, как работать. Ваше предложение. Вас интересует, когда работают при помощи таблицы, вас интересует значение вот этой ячейки. Значение этой ячейки, видно внизу, который стоит, вы можете посчитать двумя разными способами. Первый раз по вертикали, второй раз по горизонтали. Смотрим первый раз, как мы это делаем по горизонтали. Да, как это делается? Вот это, то, что стоит в этой ячейке, умножается на то, что стоит вот здесь. И пишете ее вот сюда. То есть это правило работы по горизонтали. Еще раз можно? И посмотрим, что здесь будет стоять. Какое-то значение. Например, допустим, звездочка. Здесь будет стоять какой-то кружочек. Потом, чтобы получить значение ячейки, что мы делаем. Звездочкой нажимаем на кружочек и пишем ее сюда. То есть напомним эту работу по горизонтали. Второе правило при работе с этими таблицами, это по вертикали. Как это делается? Посмотрим то, что стоит. Допустим, стоит первая звездочка, допустим, стоит вторая звездочка. То здесь стоит только это значение. Так. Здесь у вас самая нижняя ячейка. Ну, запишем этот итог. То есть итог полученный. Чтобы получить значение вот этой нижней ячейки, что мы делаем? Мы просто берем значение ячейка, которая стоит вот здесь. Видно? По вертикали. И все это складываем. То есть считаем все, что записано здесь. Все это складываем. И пишем ее вот сюда. То есть еще раз. То есть работаем не только с массами, с объемами, то листикали складываем, только санталем, примерно. И теперь смотрите, что значение вот этой ячейки, про которую мы говорили, мы можем получить двумя разными способами. Первое. Перемножим то, что стоит вот здесь, на то, что стоит вот здесь, записав ее вот сюда. Но значение этой же самой ячейки мы можем получить по вертикали, через опущенную сибирь. Для того, что мы сделали, мы получили значение от той, одной и той же ячейки двумя разными способами. И осталось, что сделать? Просто их приравнять. И выходим на простейшее уравнение. Понятно? Ну, теперь давайте сделать такую простенькую-простенькую задачку. Ну, как всегда, жизнь-продача, да? Итак, из чего состоит любовь? Из греоза? Из лица. Согласно? Причем греоза немножко меньше, чем слеза. Растали. Итак, у нас задача найти концентрацию сахара в рубеже. Итак, первый способ. Ну, сейчас это сделаем. Итак, смотрим, да? То, что мы задачу этого типа решаем при помощи таблицы. Вот наша таблица. Итак, опять-таки, у нас есть вес всего набора, у нас есть концентрация в долях, у нас есть вес сахара. Так, ребят, теперь давайте просто более подробно работать с этой таблицы. У нас есть любовь, у нас есть грезы. Пишем то, что у нас, что мы знаем про любовь. Любовь. Сколько взяли в любви? Итак, смотрим, это то, что мы должны получать. Потом любовь мы написали самим взяли. Как получить любовь? Смешиваем грезы и слезы. Есть такая. Смотрим, грез сколько взяли? 150 граммов. Потом взяли, пишем, что взяли 150 граммов в нашей грезе. Записали. Смотрим следующее. Нет, смотрим, условия отработали, сразу берем, зачеркиваем. Следующее условие. 30% содержания церкви. Ребят, смотрите, в этих ячейках везде в пицце конфликация в дальних 2%. В этом слове проценты мы должны перевести на русский язык. Перейдите, пожалуйста, 30%. Что должны сейчас писать? 30 сотых, ну, потом пишем. 0,3. 0,0. Пока поймем. Так, условия отработали, зачеркнули. Следующее условие. Берем напиток слезы. Сколько слов берем? 20 сотых граммов. Возьмем сюда, пишем, что взяли 250 граммов наших слез. Дальше. Концентрация. 20%. На русский язык переводим. 100 палочек. Абсолютно правильно. То есть 0,20, 0,2. Ну, теперь начинаем заполнять остальные ячейки. Итак, чтобы получить значение вот этих ячейок, что мы делаем? Вот это. Умножаем на это. Пишем сюда. То есть 150. Умножаем на 0,3. 100 палочек. Ну, 45, да? Сделали. Следующее. 250 умножаем на 0,2. 0,2 – это 0,5. Вот на 250 делим на 5. Что получилось? Просто 150. Сделали. И теперь начинаем заполнять нашу ближнюю строчку. Итак, чтобы получить значение, сколько у нас будет любви. Вот это и вот это складываем. То есть пишем 150 и 250. Сколько это? Потом получили 400 граммов любви. Хорошо звучит. Правда? Концентрацию нам нужно найти. Поэтому вот сюда пишем. Уброка X. Записали? Теперь говорим, что значение вот этой ячейки, вот этой, мы должны вычислить в двумя разными способами. Первый раз через сумму, то есть 45 прибавляем 50, получаем 95. И второй раз значение этой же самой ячейки мы можем получить через произведение. Вот это умножаем на это. Пишем сюда. Так. И осталось поставить разнообразие. Смотрим, что получили. То есть получили 400. Ублажаем на X. Получаем 95. Отсюда X можем найти. Находим. То есть как найти X? 95. Делим на 400. Ребята, ну кто учился у меня раньше, тот знает, так? Что я всегда говорила. Если то, что вам, если то, что вы берете за X, пойдет вы кончательный ответ, и вы берете кружочки. Смотрим. У нас X кружочки стоит? Нет. А о чем это говорит? О том, что этот ответ, вот X, который мы найдем, он не является отключательным. Почему? Потому что концентрацию мы должны получить в процентах. А мы получили в чем? В долях. Поэтому то, что мы сейчас получим, мы должны будем перевести в процент. А чтобы перевести из долей процента, что мы должны сделать? То есть умножить на 100%. И отпадем сразу, пишем это, что умножить на 100%. Так. Сделали. Теперь смотрим. 100 и 400. Сокращаем. А то мы что получим? Нулики ушли, видно. Что получим? 95 четвертых. Все это в процентах. 95 делаем на 4. Сколько там? Вот было бы 96, да? Учебно 24. Не хватает 1 четвертых. Ну потом получаем 23 целых. 23 четвертых. 23 целых. 75. Это от ответа. Уже является акридентом. Ребята, теперь смотрите. Да, помните, я говорила, что есть два основных способа для решения задачи. Мы сделали при помощи таблицы напомнить тот способ. Более может быть громоздкий, но зато более непосредственно. То есть при помощи этого способа можно решить по идее любую задачу на концентрации. Теперь пробуем. Давайте просто проверим, правильно мы это сделали. Или нет. Хорошо? Итак, что мы делаем? Просто метод крестика. Мы берем, что взяли грез. Сколько процентов? В одном пишем? 30%. Слез. Сколько взяли? 20%. Так. Теперь смотрим концентрацию, которую мы получили. 23 целых. 75 суток. Число, которое мы получили, пишем вот сюда. В центре. То есть сюда пишем. 23 целых. 75 суток. Итак, напомню. Первая концентрация. Вторая концентрация. В середке пишем то, что получили. Так. Теперь смотрим. Работаем наш крестик. Ребята, смотрим. Крестик идет вниз. То есть берем разность между этим и этим числом. Что получим? То есть получим 6 целых. 25 суток. Абсолютно правильно. Теперь то же самое. Крестик идет вверх. Берем разность между этими числами. То есть 23,75. Поднимаем. То есть будет 3 целых. 75 суток. Смысл того, что мы получили. Мы получили. То есть напомню, что это касалось наших первых растворов. Это касалось нашего второго. Пускай так раствора. Хорошо? Мы получили, что для того, чтобы получить наш раствор, мы должны на одну часть первого раствора. Видно? Его мы взяли 3,75. Должны прибавить 6,25 второго раствора. Смотрим то, что мы получили. То есть мы говорим, что первое мы должны взять по части 3,75. Второго мы должны сколько взять? 6,25. То есть именно в таком соотношении нужно взять наш раствор. Так, ну теперь смотрим, да, что работать. Числа не очень красивые. Вот, давайте просто эти числа. У нас стоит везде четвертое, да? То есть 3,3,4. Ставит 6,1,4. Потом, чтобы не работать здоровее, давайте умножим все на сколько? Да, на 4. Итак, умножаем оба числа на 4. Тогда здесь будет стоять какого числа? 15, да? Так, и 6,25 умножаем на 4, что получится? 25. Ребят, смотрим, что получили. Мы сказали, что нам нужно на 150, на 15 граммов грязь, взять 25 граммов. Если умножим все на 10, выйдем на те самые цифры, которые у нас были записаны здесь. Это число. После медиапроверки. Ну, напомню, что с первого раза этот метод идет довольно тяжело. Потом смотрим. Подобные задачи. Итак, смотрим. Наши следующие задачи. Рассказываем. Итак, жизнь без задачи. Что нам нужно получить? 9% раствороксуса. Вот, если есть 70% градусная эссенция. Вот, если посмотрите, кое-что здесь уже нарисовано. Или все это стереть нужно? Смотрим. Ну, давайте смотрим. Если найду, как это делается. Или вы хотите попробовать сделать задачу самую? Ваше положение. Ну, давайте смотрим. Время подумать нужно? Так что от нас требуется, опять-таки требуется тупо-притупо за полный наш коблиц. Ну, кто успел посмотреть? Это осмотрим. Работаем с текстом задачи. Первый раз читаем задачу для того, чтобы понять относительно, о чем идет речь. О чем идет речь? Для того, чтобы понять, как у тебя в людей начинает понять. Второй раз читаем задачу с конца. Для того, чтобы знать, что вы сделали. Итак, смотрим. Что второй раз прочитали задачу с конца. Сколько эссенции и воды нужно взять? Итак, смотрим. Сколько берем эссенции? Не знаю. Потом пишем, что ли. Сколько воды возьмем? Мы знаем. Пока не знаем. Ребят, можно, конечно, написать идиотик. Но давайте посмотрим. Пытаемся запомнить остальные чайки. Нам нужно сколько? 350 миллилитров. Наши оксасы. Потом, если мы смешаем эссенцию и воду, сколько мы должны получить? 350 миллилитров. Потом пишем, что оксасы должны получить сколько? 350. Сказали, что х это. За х мы взяли количество эссенции. Тогда всего мы получили 350. Тогда воды сколько должны взять? 350 миллилитров. То есть пишем, что воды должны взять 350 миллилитров. Теперь заполняем остальные чайки. То есть должны получить 9% раствора оксаса. Потом концентрацию что пишем? 9% на русский язык. Абсолютно правильно. 9 сотых делаем. Теперь заполняем то, что мы знаем про оксасную сеть. 70% концентрация. Потом сюда что пишем? Абсолютно правильно. 7 сотых, 0,7 сотых. И там, где у нас вода, сюда что пишем? 61. И так смотрим, что просто включаем второй смысл. Представили воду? В воде какая-то кислота есть? Нет. Потом сюда как хочет пишем? Сюда пишем наш. Помните? Про спирт, как спирт разговаривает. Так. Спирт, что начинаем? Тупо заполняем нашу таблицу. Напомню, что нас интересуют значения от этой чайки, которые мы считаем разными способами. По вертикали и по горизонтали. И так смотрим, да? Чтобы получить значение этой чайки. Вот это умножаем на это, пишем сюда. Потом здесь стоит 0,7. Здесь стоит 350 минус x умножаем на 0. Укадайте, что получилось. Прекрасное число. Так, и теперь 350 умножаем на 0,2. Что получилось? Пишем так, что пока пишем. 350 минус. Ребята, с вашей задачей мы пишем так. На 9 сотых. Хорошо? Меря шансов запутаться с нулями. С этим согласна? И теперь напомню, что значение этой же чайки мы можем получить так и способом через сумму. То есть вот это и вот это складываем. Потом получаем 0,7x. Значение чайки получили примерно разный способ. Потом пишем знак равенства. Смотрим уравнение, которое получили. То есть получили у нас стоит 350. Умножаем на 9. Делим на 100. Так, и равно это 0,7x. Нолики можем сократить. Ну, теперь как получить x? То есть мы пишем то, что стоит вот здесь. 35 умножаем на 9. Ребята, помните, до последнего момента старайтесь не сокращать, не перемножать. Хорошо? И должны разделить на сколько? На 7 десятых. Делим на 7 десятых. Вот умножаем на 10. Седьмых. Десяточки уходят. 35 делим на 7. Получаем 5. И 5 умножаем на 9. Получаем 45. Мы получили сколько нужно взять эссенции. Тогда сколько взять воды? Мы можем найти. Сколько тогда возьмем воды? То есть напомню, это столько эссенции. Тогда воды сколько? 350 минус секс. То есть сколько воды нужно взять? 350 минус 45. Что повезло? 350. Ну, теперь давайте проверим. Правильно мы это сделали при помощи кристиков. Работаем. Итак, что делаем? То, что у нас есть. Концентрация пишем. Что у нас есть? У нас 70% раствора. Потом пишем. 70%. Что добавили? В воду. В воде какая концентрация? Кислоты. 0. Что получили? 9%. Потом число 9. Пишем сюда. И теперь крестик вниз. Берем разность. 70 и 9. Что получили? Красота. Крестик вверх. 0 и 9. Разность по модулю. 9. Смотрим. Еще раз получили. Мы получили, что на 9 частей нашей эссенции нужно взять 61 часть нашей воды. Так, ну теперь посмотрим, да, что здесь мы получили. Что эссенции должны взять 45. Здесь взяли 35. Ребята, если разделим на 9, то есть мы как раз выйдем на те числа, которые у нас получили. Потом задача решена. Правильно? Так, ну теперь пойдемте на наши сплавы. Ну я сразу выйду с таблицей. Хорошо? Время подумать нужно? То есть напомню, от вас требуется просто тупенько, тупенько, но очень украли, так эту табличку запомнили. Есть мы это сделаем? Может, кто-то хочет подкрыть? Так, я пока запомнила нашу таблицу. Там, где записано, вот, то, что, вот откуда взяли цифры 0,1, 0,4, 0,3, это понятно? Просто перели на русский язык слова процента. Так, итак, то, что записано с концентрацией, мы все получили. Теперь смотрим то, что нужно найти. Нужно найти массу третьего сплава. То есть нужно найти значение вот этой ячейки. Ребята, помните, вот когда у нас были задачи до этого, то есть у нас вот здесь стояли какие-то цифрики, какие-то буковки, мы спокойно решали задачу. Хорошо? Здесь чуть-чуть посложнее. Поэтому смотрите, что мы делаем. Мы просто, давайте возьмем, что массу первую возьмем за х. Теперь условие, которое мы еще не отработали, что масса второго больше массы первого на 3 килограмма. Потом масса второго х плюс 3. Сразу до кочки напишем то, что должны найти. Мы должны найти массу третьего, то есть складом первой и второй. Поэтому что прочее? х плюс х плюс 3, то есть получаем 2х плюс 3. То, что должны получать. То есть мы нашли значение наших ячейок, то есть полуродикального отработания. Теперь напомню, что у нас задача получать значение этой ячейки. Двумерный способ. Для этого заполняем значение третьего станция. То есть как получить значение этих? Вот это. Умножаем на это. Пишем сюда. Со второй строчки работаем. Это. Умножаем на это. Пишем сюда. И теперь значение нашей ячейки. То, что получаем внизу. Первый раз мы можем получить ее через обычную сумму. То есть складываем вот это и вот это. То есть работа с массами, с объемом вертикально складываем. То есть получаем 0,1х. Прибавляем 0,4 умножить на х плюс 3. То есть получили значение в вертикально. Второй раз получаем значение этой ячейки, как по горизонтальному. То есть вот это умножаем на это. Пишем сюда. И остается получить наше равнение. То есть 2х плюс 3. Умножаем на 0,3. Будет равно чем? 0,1х плюс 0,4 умножить на х плюс 3. То есть получили одно уравнение относительно одной премии. И вы решите. Можем? Можем. Теперь смотрим то, что, как народ обычно делает. Они получают значение х. То есть получают какой-то значение х. И от радости это х пишет в ответ. Забывая, что на самом деле что нужно найти. Масса третьего спала. Поэтому для себя вы нашли. То есть вы знаете, что нужно найти. Поэтому для себя где-то отдельно пишите то, что вы должны найти. И теперь значение х, которое получили, вы пишите сюда. То есть представляете? Только после этого пишите ответ. Хорошо? Так. Ну теперь давайте попробуем сделать это в другом способе. Не просто первого мы взяли х, второго взяли х плюс 3. То есть еще раз, что первого сплава мы взяли х, второго мы взяли х плюс 3. Потом какую массу мы всего получим? 2х плюс 3. То есть вот это сложили и описали вот сюда. Ребят, сделали? Розаполняем таблицу. Итак, крестико делаем еще раз. И тогда смотрим еще раз, как это делается. Пишем, какую концентрацию. У первого концентрации 10. У второго сколько? 40. Сплавили. Получили какую концентрацию? 30. То, что получили, пишем сюда. Середку. Теперь крестик вниз. Берем разность между этим и этим числом. Что получаем? 30 минус 10. Сколько это? Пишем 20. Крестик вверх. 40 минус 30. Получаем 10. Ребят, теперь 10 и 20. Оба числа на что делятся? На 10. Ну давайте разделим. Итак, получаем, что здесь единичка, здесь булочка. Смотрим смысл того, что мы получили. Мы получили, что на одну часть первого сплава нужно взять две части второго сплава. Теперь смотрим условия, которые у нас есть. Мы говорим, что у нас масса второго больше масс на 3 килограмма. Потом, ребята, работаем соотношениями. Потом давайте массу первую берем за 1x. Тогда второго мы сколько должны взять? Два раза больше 2x. Теперь еще раз то, что получили. Второго у нас по массе 2x. Первого по массе 1x. Разность между ними сколько килограмм? 3 килограмма. Потом что получили? От большего, от второго. Поднимаем первого. Разность между ними по условиям 3 килограмма. Отсюда их сможем взять? Сколько мы? Суперзадачи. Получаем 3. И смотрим, что нужно найти. Массу третьего сплава. То есть первое, сколько мы возьмем? Ребята, один x. Переводим килограмм. Сколько это вы? 3 килограмма. Второго должно взять 2x. Потом килограмма сколько берем? 6. 6. И теперь 3 плюс 6. В ответе будет 9. 9. Если решим оравнение, то должны получать тоже самое ответное. То есть вы каждый раз для себя смотрите, какой способ является более простым. Напомню, что это способ с 1918 года. В колье и так. Задача подобная. Как будем делать? Крестиком будет еще истоваться? Ребята, крестиком очень удобно работать, если у вас известны все три концентрации. Хорошо? Пробуем? Как делаем? Крестиком пробуем? И посмотрим дальше, что у нас есть. Концентрация 10. Концентрация 30. Пишем 10. Пишем 30. Смешали. Что получили? 15. Пишем сигнатика. 15, 5. И теперь крестик. Крестик. Вниз. Крестик вверх. Внизу что было записано? 15. Вверху будет записано? 5. 5. Теперь 5 и 15. Оба сечества делятся на 5. Делим на 5, потом что получим? 1 и 3. Здесь 1 и 3. Смысл то, что мы получили. Мы получили, что на 1 часть первого сплава нужно взять 3 части второго. Работаем соотношение. Потом массу первую берем за 1 х. Массу вторую берем за 3 х. Теперь условия, которые у нас не отработаны. То есть мы получили третий сплав, массу которого сколько? 200 килограмм. То есть переводим, что мы получили. Смешали х, 3 х. То есть смешали, то сложили. Получили 4 х. По условиям их суммы 200 килограмм. Отсюда их сможем найти? Будет 50. И читаем то, что нужно найти. Насколько масса первого меньше масса второго. Но здесь есть теперь два способа. Мы можем получить, сколько взяли первого, сколько взяли второго. Или просто говорим, что второго взяли, сколько 3 х. Первого сколько взяли? 1 х. Потом, если возьмем разное сплеждение, что мы получим, сколько х? 2 х. Потом у нас задача найти 2 х. Потом ответить будет, какой человек? Слабый. То есть еще раз. Каждый раз выбирайте, каким способом легче делать. Крестиком иногда легче, но не всегда, скажем, не работает. Пошел? Ну тогда пошли дальше. Просто нравится задача? Когда смотрим, что до этого задачи были, ну скажем так, одноклассные, были очень простые. Сейчас задача очень сложная. Задача такого типа была в том году, когда у меня есть на экзамен. Есть какие-то предложения, как сделать эту задачу или нет? Ребят, слово «если бы» увидели. То есть если у вас есть «если бы», на самом деле у вас есть две задачи. То есть у вас есть два варианта. Что если бы добавили в одном случае это, в другом случае добавили это. Потом что мы делаем? Мы рисуем аж две таблицы. Я снякачала. Итак, что мы делаем? Мы рисуем сразу две таблицы для каждого из этих случаев. Итак, смотрим, что смешало. Итак, это у нас первый случай, если бы добавили воду. Второй случай, если бы добавили кислоту. Итак, заполняем концентрацию 30, 60, на русский язык 0,3, на русский язык 0,6. То есть напомню, это первый раствор, это второй. Ну, для второго случая то же самое будет. Первый, второй. Концентрация 0,3, концентрация 0,6. Условия отработаны, зачеркнули. Теперь в первом случае что бы добавили? 10 килограммов чистой воды. Потом пишем, что добавили в воду. Сколько добавили? 10 килограммов. Ребята, в графу концентрации что сюда запишем? Добавляем воду. Потом сюда что пойдет? Какой число? Чистая вода. Потом сюда пишем целую воду. Ну, сразу пишем, что получили бы какую концентрацию. 36%. Потом сюда пишем. 0,36. Давайте сразу запомним для второй таблицы. То есть если бы вместо 10 килограммов воды добавили те же самые 10 килограммов ночевой кислоты. То есть добавили кислоты. 50% раствора. На русский язык переводим? 0,50. Получили бы какую концентрацию? 41% на русский язык? 0,41. Так, смотрим то, что нужно найти. Сколько килограммов 30% раствора было взято? Ребята, поэтому что мы делаем? Вводим переменную. Мы говорим, что пусть первого раствора мы взяли X. Число пойдет в окончательный ответ. Потом для себя X берем кружечко. Ну, здесь тоже самое X. Тоже самое кружечко. Про второе. Раствор мы что-то знаем? Ничего не объяснило. Поэтому давайте что мы сделаем? Возьмем за Y. Чтобы было просто удобнее заполнить нашу таблицу. И теперь что делаем? Аккуратненько и очень тупенько начнем заполнять нашу таблицу. Итак, что делаем? Вот это умножаем на это. Пишем сюда. То есть здесь стоит 0,30. Здесь стоит 0,60. Здесь стоит прекрасный число 0. Все это согласны? Так, и теперь что делаем? Наш итог. Итак, это наш первый итог. Чтобы получить значение ячейки, что делаем? Складываем все, что стоит у нас. То есть пишем 100X плюс Y. Так, ну теперь я напоминаю, что значения ячейки должны получить в двумя разными способами. Смотрим. Первый раз через умножение можем получить. И это умножаем на это. Пишем сюда. Второй раз. Получаем как значение? По вертикали. То есть складываем вот это все. Пишем сюда. Ребят, понятно? Тебя, понятно? Потом смотрим то, что получили. Мы получаем, что X плюс Y плюс 10. Умножаем на 0,36. Будет равно чем? Сумма вот этого. 0,3X плюс 0,6Y. Ну плюс 0, с вашей разрешением 50 мега. Теперь то же самое делаем на нашей второй таблице. Можем это сделать. И так смотрим. Да, что здесь получаем? Итог 2. То есть получаем значение этой ячейки. Что делаем? С складываем. То есть X плюс Y плюс 10. Значение ячейки должно получать в двумя разными. Вот мы пишем. Вот раздел. И начинаем заполнять третий таблиц. Третий наш. Столбец. Это умножаем на это. Это умножаем на это. Это умножаем на это. Но действие умножаем на 0,2 в 50. Что получим? 5. Получим 5. Ну теперь остается получить значение по вертикали. Значение по горизонтали. И в приравнении. Потом для этой таблицы получаем что X плюс Y. Прибавляем десяточку. Умножаем концентрацию. 41% на 41. Получаем 0,3X. Плюс 0,6Y. И так плюс пятиручка. Ребята, как получили, понятно? Теперь смотрим то, что мы получили. У нас два случая. Вот мы получаем систему. Уравнение сколько у нас? Да. Да. Перемена сколько у нас? Да. То есть получили обычную систему. Две строчки. Два уравнения. Две перемены. Надо их решать. Все смогут. Есть такое или нет? Все смогут сделать? Да. Можем. Ну, если останется время, тогда сделаем. Хорошо. Мы пока берем более сложную задачу, чтобы хотя бы вот основной магарифм проговорить. Ладно? Такую задачу. Смотрите, здесь процентов нет. Нету здесь процентов. Что делать? А задача на концентрации? Ну, здесь уже как итог, крестик вот это. Крестика? На самом итог. То есть без больших цифр. А процентов нет. Ну, а тем детьми, это тоже доля. Хорошо сказать, продолжай. То есть, ну, как бы всего три доли, а один, два, один. И так смотрим, да, то, что сейчас пыталась сказать. И так смотрим, да, что, ребят, берем первый спад. И так смотрим, да, что одна часть одного металла нарисовали. Две части второго. Вот, ну, сколько мы всего получили? Три доли, да? Потом, ребят, давайте будем считать у первого металла. Хорошо? То есть у него отношение здесь вот такое. Здесь берем две части. Должны получиться 17 частей. То есть мы берем пол только по одному из металла. Это понятно? И так смотрим, да, что первый взрыв. У нас одна часть. А всего сколько частей? Три. Потом первым, а сколько взрыв? Одну третью. Потом какая концентрация? Одна третья. Без процентов. Ну, далее. Согласны? Так, работаем. То есть это у нас первый сплав. Берем второй сплав. У него соотношение нашего металла. То есть два к трену. Потом сколько получили? Я чувствую. Потом сюда пишем. Все равно правильно. Теперь смотрим то, что получили. В отношении 17. В 27. Потом так. Марина немножко не поняла. С какого места? Как вот это получили? Про вот эти доли? Ребята, у вас микрофончики, если можете сказать что-то, говорите, хорошо? Итак, смотрим то, что у нас есть. У нас соотношение один и два. Потом говорим так, что одного металла мы берем одну часть. Второе мы сколько берем? Две части, да? Потом всего у нас сколько частей? Всего у нас три части. Всего три части. Мы берем сколько частей, которые нас интересуют? Только одну. Потом какая? Какая только? Одна. Какая? Третья. Вот мы это записали. Для второго сплава у нас мы берем соотношение двух-трех. То есть мы рисуем, что нас интересует. Вот наш металл. Две части. Три части у нас другого металла нарисовали. Потом сколько всего частей получили? Пять частей. А у нас интересует сколько? Две части. Потом мы получили, что у нас интересует. Две из пяти. Потом нарисовали, что второго металла сколько берем? Две пяти. Терпим или еще? Ну, давайте разберемся в третьем. Хорошо? Здесь у нас отношение 17 с 97. Потом рисуем. Здесь металл, который у нас начисует. 17 частей. И 27 у нас какой-то металл. Потом всего сколько у нас частей? 17 плюс 27. То есть получаем 44, да? То есть всего 44 доли. Нас интересует сколько? 17. Потом какая? Ну, скажем так, концентрация интересующая. У нас металл 17 таких, 44. Потом сюда пишем 17, 44. Марина, понятно ли еще раз? Ну, пишем, да, то, что получили. Это наши итоги, то есть мы у вас правы. Так, теперь смотрим, да, в каком соотношении нужно взять. Ребят, ваши предложения есть какие-то, как это сделать? Давайте опять-таки не бойтесь вводить новые примеры. Хорошо? То есть мы можем получить либо систему, либо как-то более хитрый способ. Потом давайте, чтобы массу первого мы берем до сколько? За риск. Массу второго берем за игрок. Тогда здесь что получим? Если. Это красавица. Абсолютно. Теперь таблицем можем заполнить. Правда? То, что уравнение у вас будет одно, а переменных в целом две. Вас это не смущает? Есть предложения? Ребята, Нинар, есть какое-то предложение? Итак, напомним на то, что мы вышли. Мы вышли, что мы ввели две переменных, то есть у нас две переменных. А уравнение получим только одно. Не смущает это? Что-то не вижу ваши рецепции. Смущает, нет? Ну, давайте пока то, что мы получили. То есть напомним, что значение этой ячейки считаем по горизонтали. И значение этой же самой ячейки получаем через сумму по вертикали. То есть получаем, что X делит на 3 плюс 2 пятых на 3. Понятно, это нет? Ну, дальше ваше предложение. В переменных целых две. А уравнение только одно. Бесконечное множество решения. А для этого, смотрите, мы просто читаем по своей задаче. Нам не нужно найти их массы. Нам нужно найти соотношение между их массами. То есть на самом деле, что мы должны найти? Отношение X кг? Абсолютно правильно. То есть мы должны найти отношение X кг. Вот вы смотрите, вы сразу можете разделить на одну из переменных. Либо просто можете пока что-то получить. Ну что, пробуем решить отравнение? Пробуем? Досмотрим, что придется открывать скобочки, и поэтому решим, что 17 сурок четвертых умножаем на X плюс 17 сурок четвертых умножить на Y будет равно X, движение на 3, плюс 2 пятых от Y. Дальше что делаем? Девочки на лево, мочки на право. Либо можем сразу привести подобное. Ребята, такой уровень естественно можете решить. Просто много способов не хочу навязывать. Так, ребят, можно это еще раз или нет? Как это делается? Так, все, что с X переносим в одну сторону, все, что с Y переносим в другую сторону. Хорошо? Пишем. Опять старайтесь не перемножать, но последнее пока не горит. Досмотрим, X переношу в эту сторону. Игры переношу в другую сторону. Ну, смотрим, что получится. Попробуйте. Ребята, вебинар вы уже сделали? Помните, не торопите перемножать, пока не горит. Потом стоит у вас лучший знаменатель. Какой будет? 44 умножить на 3. Есть такое? Напомню, что считаем. Сколько будет X? Дальше что будет? 17 умножаем на 3. Для 17 на 3 сколько это? 50. 51, да? Поднимаем сколько? 44. 44. Сделали. Теперь тоже самое с Y. Считаем Y. Будет ставить внизу 44 умножить на 5. Дот множить для этой 44. Для этой другой. Потом наверху что будет ставить? 2 умножить на 44. 88, да? Поднимаем. 17 умножаем на 5. Сколько это? 85. И смотрим, что получили. То есть у нас стоит X. Умножаем на что? 51 минус 44. Сколько это? 7. Считаем по Y. 88 минус 85. Сколько это? 3. 3. Ну, внизу стоит 44. Здесь 3. Здесь 5. Друзья, понятно? Вот и теперь остается найти соотношение X. Попробуйте, пожалуйста. Хорошо? Помните, поэтому говорю, что не нужно торопиться до последнего перемножать. То есть потом все равно придется сокращать. А главное? Ребята, смотрите. Здесь стоит внизу 44. Здесь стоит 44. Потом, если уголь числа умножить на 44, значение изменится. Потом, с вашим разрешением 44, я просто возьму и зачерплю. Пожалеете? Так. Ну, теперь смотрим, да. Ребята, пока идем в несколько этапов. Потом я хочу получить значение X. Потом, как я получу? Что будет стоять Y? Умножаем на 3. Делим на 5. И дальше умножаем на что? 10. Ну, делим на 7. 30, да, либо умножаем на 3. Седьмых. Согласны? Ну, дальше остается разделить на Y. Что-то хорошее. Ну, давайте получим. Так. То есть смотрим, да, что получаем. Здесь стоит Y умножить на что? На 9. Каких? 30. И теперь, чтобы получить значение. Нам нужно получить значение XY. Потом, что получим. Делим все на Y. Получим. Стало 3. То есть делим все на Y. То есть на помощь там было написано X есть. Y умножить на 9 в 35. Если разделим на Y, отлично, нуля. Что получим? Суперзадача. Мы получим 9 в 35. Это понятно. Поэтому мы говорим, что нужно смешать. В каком соотношении? 9 в 35. Вот такую задачу мы получим. Напомню, что мы сегодня рассматриваем простейшие задачи. Потому что у вас могут быть задачи. Вот особенно двое эти задачи бывают. Там еще будут еще и целые числа. И будут смешиваться не два металла, а три. Допустим, у вас три куска. В каждом три металла. И вот как мы соотношение нужно узнать, чтобы получить. Еще что там. Это задачная оценочка. Про истара. Ну, по вашему просветленному лицу я поняла, что все знают, как это сделать. Правда? Вместе делаем. Передать время еще подумать. Так, ребят, просто теперь буду писать тревог-клево. Рисую от руки. То, что у нас есть. Просто задача на понимание. Итак, смотрим. Так, да, что слово «если бы». Ребят, если бы. Увидели. Потом на самом деле, сколько таблиц у нас будет. Две таблиц. Потом рисуем, да, что у нас одна табличка. Ребят, специально не стал писать так. Для того, чтобы напомнить, как заполняют. Какие чайки, где она стоит. Потом рисуем две таблицы. Первая таблица и вторая таблица. И так смотрим, да, что у нас первое состояние. И второе. Если бы. Так, два одинаковых по весу куска. Ребят, поэтому что делаем. Итак, пишем, да, что у нас. Ну, можем, конечно, на x и x. Но дальше все-таки. Первый раз читаем задачу до конца. Сплавит половину первого сортального. То есть мой кусок должна будем разделить на этой части. Поэтому если массу возьмем за x, мы получим трое. x делим на дно. Доробяем. А кто-то любит, а мне дело. То есть психиатричку вызывать скоро мне нужно, да. Поэтому лучше работать с цельной частью. А вот, например, пятый. Если делим пополам, знаете, что мы делаем. Одну полонку возьмем за x. Тогда вторая полонка сколько будет? Тоже x. Тогда веску сказать сколько будет? 2 x. Потом что мы делаем? Массу первую и массу вторую. Берем за 2 x. Так как у них масса одинаковая. Это 2 x. Это 2 x. Ну для второй таблицы то же самое, да. Первый, второй. 2 x. Второго металла тоже берем. 2 x. Согласны? Не надо так делать. Читайте задачу. С самого начала. Так что опять-таки, ребята, еще раз. Ваша задача просто аккуратно это запомнить. Хорошо? Потом вначале читаете. Потом очень-очень аккуратно таблицу заполняется. Ладно? Потом смотрим. Что-то с вашего решения тестера. И делаем это аккуратно. Что в одном случае мы берем одного, одного берем весь кусок. В другом берем половинку. В другом берем половинку. Потом давайте с этим условием отработаем. Хорошо? Итак, смотрим, что первый наш случай. Сплавили половину первым. Потом на самом деле первым мы сколько берем? Половину x. Со вторым мы взяли со 2 x. Получим концентрацию сколько? С 1 x. Потом сюда пишем 0,4. То есть условия отработаны. Значит, это понятно? Понятно? То есть еще раз. Работу с текстовыми задачами тупенько-тупенько, но очень аккуратно. Таблица заполняется. Так, теперь второй случай. Сплавили первый кусок. Весь кусок сколько у нас? 2 x. 2 x. С половинкой от второго. Половинка от второго. x. Получаем какую концентрацию? 50,1. Потом сюда пишем 0,5. Так условия отработаны. Душа условий нет. Итак, смотрим. Теперь начинаем заполнять нашу таблицу. Вот давайте концентрацию первую. Ребята, у нас задача найти концентрацию. Согласны? Давайте это обозначим, допустим, К1. Это обозначим К2. Просто делаем так, чтобы нам было... Ну, чтобы было понятно, с чем мы имеем дела. Обидно, что нельзя вернуться. Так, и теперь просто заполняем нашу таблицу. Так, как это положено. Так пишем, да, что здесь у нас стоит К1. Здесь у нас стоит К2. И заполняем таблицу. Первый раз по вертикаре. То есть в этом случае получим какой кусок? Х плюс 2х. Получаем 3х. Во втором случае что получаем? 2х и х. Тоже получаем 3х. Так, и теперь заполняем по горизонтали. Поэтому здесь получаем К1 на лужу на х. Здесь получаем 2 на К2, да? В начале коэффициента. Потом переменную. Так, это понятно? Ну, сразу давайте заполним вот здесь. Здесь будет стоять 2К1 умножить на х. Здесь ТК2 умножить на х. И теперь значение нашего вячейка считаем по вертикали, по горизонтали. То есть первый раз, как получить значение вячейки? Вот это. Умножаем на вот это. Пишем сюда. Второй раз значение вячейки считаем как по вертикали. То есть складываем вот это и вот это. То есть здесь ТК1 умножить на х. плюс 2К2 умножить на х. Сделали? Для второй таблицы делаем то же самое. То есть как получить значение вячейки? По горизонтали. Перемножаем. То есть 3х умножаем на 05. Второй раз значение по вертикали. То есть здесь 2К1 умножить на х. Плюс К2 умножить на х. Два случаем. Потом что получаем? Система. Ну то, что у вас 2 переменные, у вас это не смешает? Да, смотрим, да, что у вас. Ну на самом деле у вас переменные К1, К2. И у вас еще есть буква х. Видно? Нет. Ребята, ну посмотрите, в первом случае у нас каждая, вот смотрим, да, каждое из наших выражений, которые здесь стоят, оно делится на х. В втором случае то же самое. Все делится на х. Есть такое? То есть напомню, что если вы умеете делать через единицу, делайте через единицу. Мы делали так, чтобы было понятно, откуда что берется. Потом с вашего разрешения на х я что делаю? Просто спрощаю. Итак, число х отлично к нулю. Имею право сократить. Потом еще беру рябочку и букву х просто здесь стерла. Стерла, 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 стерла. И здесь тоже самое. Стерла. Ну что, уже выглядело приятно? Приятно? Угу. Ну теперь так вы сможем решить, нет? Молодцы. Молодцы, не хотите сделать? Не слушай. Энтузиазм, помните? А как вы стали делать? Просто интересно, как вы стали делать. Ну делаем так, чтобы коэффициенты при одной из перемен у нас отпали, да? Потом с вашего разрешения, эту вторую строчку. Я все умножаю тогда. Потом что получу? 3 умножаю на 0,5 умножаю на 2. Потом получу. 0,5 на 2 единицы. Потом здесь выставите. Трочка. Ребята, успеваете точно? Еще раз. Нужно еще раз. Итак, смотрим, мы получили систему. Относительно двух переменных. То есть от одной из переменных вот так все появилось. Потом что мы делаем? Мы умножаем на такое число, чтобы у нас коэффициенты при одной из переменных запали. Вот я делаю так, чтобы у меня коэффициенты при к2 запали. В первой строчке стоит 2, в втором стоит 3. Потом как получить в вторую строчку 2? Я все умножаю на 2. Пишу то, что получится. То есть вот это умножаю на 2. Я пишу прямо здесь. Это умножаю на 2. Это умножаю на 2. Пишем, что получится. Что получится. Здесь выставляете. Просто число. 0,5 на 2. Единица умножаем на 3. Просто троечка, да? Здесь будет стоять 4К1 плюс сколько? Это понятно? Так, ну давайте посмотрим, что получаем. 3 умножаем на 0,4. Сколько это? То есть, она целая 0,2, да? Здесь стоит К1 2 на К2. Ну, вторую строчку переписываем. То есть, троечка это есть 4К1 плюс 2К1. Смотрим коэффициенты при одной из переменных полосы в параллере, потом что мы делаем. Из второй строчки вычитаем нашу первую. Из трех вычитаем первую. То есть, из трех вычитаем 1,2, что получилось. 118. 4К1 вычитаем К1, получаем 3К1, да? И 2К2 вычитаем 2К2, что получилось. То есть, мы получили, что 3К1 равно 1,8. Отсюда К1. Сколько это? 1,8 германатрия. 0,6. Получилось. И отсюда тогда К2 можем найти. 5К1 нашли, подставляем, получаем К2. Вот так вышли от задачи. Понятно? Ну что, всем пока. Так, напомню. Смотрели, тут у вас есть домашнее задание, у вас есть ответы. То есть, 2 задачи. Потом у вас задачи, ребята, видите, откуда они берутся. То есть, я даже написала, откуда эти задачи. Вот опять-таки, у вас есть пример. Можете спокойно дома сделать свою задачу. Если не понятно, можете мне отзвониться, я расскажу, как это делать. Хорошо? И так смотрите, да, ребята, вот эта задача последняя, ну это уже уровень гал. То есть, эта задача немножко забыла. Ну все остальные решаются более-менее просто. И ради решения. Хорошо? Так, ну напомню, что кто найдет ошибку в ответе, а не знаю, есть ли она или нет. Если нет. Ну вот, координаты свои, естественно, оставляю. Хорошо? Ну вот, если есть какие-то ответные предложения, есть какие-то вопросы, можете озвониться, можете отписаться. Ну вот, если смогу отвечать. Хорошо? Ну что, всем спасибо. Спасибо.